в городе есть вот такая щимин праза щимин праза это что-то население города где может конференции проводить занятия какие-нибудь выставки и щимин празе есть отдел который занимается иностранцами помогает как бы но якобы помогает социализации иностранцев здесь объясняют начальный уровень и средний уровень японского языка в этом году по моему что-то там еще и английский преподает на какой основе я не знаю платная бесплатная а японский ну как бы бесплатно там только за сера ксерокс не ксерокс ксерокопии в общем конкретную денежку вставляешь с тобой занимается сейчас стали они с понедельника по субботу занятия проводить но как бы непоследовательные они то бишь в понедельник то занятие ведет во вторник и там абсолютно другое будет занятие там в среду тоже абсолютно другое то бишь вот если в понедельник ходишь то только в понедельник такие занятия ну по такому учебнику по какому заниматься будут проводить а сегодня для иностранцев показывают чайную церемонию я вам заодно покажу как внутри устроена эта щемен праза вход выход выглядит там есть кафешки внутри перекусить можно кто с понедельника по пятницу занимается тут даже за детьми присматривают у кого детки есть все бесплатно все бесплатно и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идите босиком, чтобы не скользко было В принципе, пол даже зимой теплый Здесь очень тепло зимой даже Вот игрушечки всякие Не игрушечки эти Как? Горочки, да? Кубики какие-то А вот там как-то наверху изучали Японские танцы На нацуматуре местные Вообще, при каждом муниципалитете Должны быть такие вот Как бы Щиминкласы Да Ну, может, названия другие Но тоже куда можно прийти Получить какую-то информацию С иностранцами обязательно Почти даже в маленьких городах Социализацию проводят Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры 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 DimaTorzok Потом, обратно, вот здесь. И вот, пальцы. У нас есть ответа. Поехали. Продолжение следует... 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 Здесь раньше... Спортивный центр был... Ну, тренажеры... Там... Аэробика какая-то... Парикмахерская... Продолжение следует... 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 Бонсай, кафешка, ну вот такой у нас центр для населения, для иностранцев. Вот мне дали цветочек, вот это вот собаки, то бишь камелия, и вообще камелия отцвела уже, а это белая камелия, она цветет чуть попозже, и всего сутки, утром расцветает, вечером увядает. Не знаю, распустится она у меня в качестве экибаны или нет. Если распустится, я обязательно это сниму, покажу. Это вот я с чайной церемонии вернулась, то, что нам сегодня рассказывали, показывали. Также нам дали, вот мне чуть-чуть даже моча, домой дали, вот вот сладость. Подарили чаван, у чаван. Я сначала домой пришла, когда вот эту трещину увидела, подумала, что он сломанный. А это вот, смотрите, вот, кстати, здесь это все обработанное, лаком покрытое. Вот как вот сказано, что японцы любят, как бы, как сказать, что временем использована вещь, и какой-то недостаток у него маленький должен быть, там потрескаешься, вот лак такой, может видно или нет, такой, как бы, потресканный. И вот вещь, рябинка такая, но она обработана, это задумка мастера, вот. И дали нам описание церемонии с фуриганой. Потом почитаем. Вот. Вот.